Диалектики Гегеля 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 целое можно разбить и на а и не а, на две взаимодополняющие области. Именно поэтому всякий раз дискуссия всегда будет сведена к этим другим. Она может быть сведена и к большему, но тогда просто это большее, оно не будет строго противоречить другому, она не будет противоречить, и дискуссия дальше продолжится, и она должна рано или поздно опять же прийти к противоречию, именно взаимисключение, так как именно сведение некого спора к взаимисключающим позициям составляет диалектику и поэтому говорили всегда о том что диалектик это не строгое рассуждение как это я говорил вначале, а это некое рассуждение, которое базируется на том, что каждый рассуждающий в споре принимает некие свои субъективные посылки и рассуждает. Как критиковали эту диалектику? Такую диалектику критиковали с двух сторон. Первый Аристотель критиковал софисты, прежде всего, потому что софисты прибегали к тому, что они рассуждали неверно. Формы их рассуждений были неправильной, поэтому они совершали некие ошибки логические, и тем самым их возражения устранялись. Это первая возможность. Вторая возможность – это когда возникает критика посылок. Если, допустим, с логикой все в порядке, то у нас есть две спорящие стороны, они рассуждают, в рассуждениях совершают корректные переходы, но тем не менее, в чем у них различие? Различие в том, что изначально принятые посылки разнятся. И тогда рассуждения строятся на том, что просто рассматривают предпосылки и пытаются с ними разобраться, являются ли они истинными линиями. То есть возражения в этом случае диалектику, как видимость, развенчивают с этой позиции, что просто, в конце концов, эти посылки как-то критикуют и сводят к некой все-таки истине, то, что называется, к некому единому представлению, к некому единому основанию сводят, и, собственно, противоречие тем самым исчезает. Вот так понимали диалектику в античности. То есть в каком-то смысле диалектика в античности, она, за исключением отдельных случаев, о котором сейчас я схожу, она никогда не приводила к неразрешимому противоречию. Она всегда базировалась на некотором временном противоречии. Поэтому всегда диалектику рассматривали как второстепенную науку. Первостепенной была, допустим, у его рисунка была аналитика, поскольку это сущее непротиворечивое, и к нему надо подходить с помощью правильной логики. То есть противоречие – это просто свидетельство об ошибке? Да, свидетельство об ошибке в рассуждении. Именно так. Но! Это благодаря опоре Зенона возникло еще одно противоречие, которое, собственно, вроде с точки зрения древней философии, тоже было неразрешимо. Но! Теперь рассмотрим, что такое опоре Зенона. Почему опоре Зенона не является в существе диалектики? Хотя их можно так рассматривать. Потому что в опоре Зенона противоречие в чем состоит? Вот, допустим, берем опоре Зенона, Ахиллес и Черепаха. Ведь речь идет о том, что Ахиллес всегда догонит черепаху, как бы они там не состязались, всегда наступит такой момент, что поскольку Ахиллес быстрее он возьмет и догонит ее. То есть опыт нам показывает, что никакой проблемы-то нет. Проблема возникает только, если мы об этом пытаемся рассуждать. В рассуждении возникает проблема, если мы будем рассуждать, например, дихотомически, что Ахиллес должен половину пробежать расстояние, потом еще половину, половину и прочее, и так далее, двигаться, да? То вроде как в рассуждении, чисто только в рассуждении. Я сейчас не буду говорить о математике, я просто констатирую, как вот рассуждали древние, да? Возникает проблема, каким же образом там Ахиллес сможет догнать черепаху, если в этом рассуждении... Если в рассуждении оказывается, что он должен пробежать там бесконечно много как бы расстояний, да? То есть вопрос состоит о том, что рассуждение не может закончиться, значит и реальности, согласно опять же пармениду, да, что мышление и бытие так действенное, то и в реальности это не может совершиться. И то, что мы наблюдаем, вроде как получается в некой противоречии между очевидностью, которую мы наблюдаем в чувствах, да, что любой быстрый бегун догонит медленного, да, и тому, что в рассуждении это не так. В чем здесь проблема? Так вот, заметьте, что здесь нету двух высказываний. Здесь есть разница между тем, что мы видим в опыте, и тем, что как бы рассуждаем об этом опыте. В каком-то смысле здесь есть разница между экспериментом и теорией, да, вот у нас есть некая теория того, как Ахиллес догоняет черепаху. И есть как бы эксперимент. В эксперименте Ахиллес быстро черепаху догоняет, а теорию этого мы построить не можем, да? То есть получается, что с точки зрения теории, то есть рассуждения, Ахиллес, догонять черепаху не может. И в этом есть как бы, собственно, затруднение. То есть если не есть затруднение между двумя точками зрения, если есть затруднение между мышлением, собственно, да, которое фиксирует некую очевидность. И которая эту очевидность зафиксировать в своих терминах не может. То есть, а если брать собственную диалектику, как я уже высказывал, что диалектика есть некое движение в области мысли, да, в котором возникает некий спор, и этот спор разрешается некими двумя высказываниями, которые друг другу противоречат. В этом состоит, собственно, диалектический момент. Теперь мы обращаемся к Гегелю, собственно, для чего я об этом рассказываю. У Гегеля диалектик понимается совсем еще по-другому. Хотя, вроде бы, казалось бы, он говорит о том, что диалектика впервые появилась у Платона Аристотеля, что это древняя вещь всем известная, и вроде бы действительно ему веришь. Выясняется вдруг, что диалектику он отождествляет скорее с скептическим сомнением. Он говорит о том, что диалектика, как он ее понимает, это есть нечто такое, что мы видим, когда скептик критикует всякие догматизмы. Как это надо понимать? Это надо понимать следующим образом. Вот что такое скептик? Скептик подходит к догматику и говорит, что догматик высказал какой-то, допустим, тезис, а скептик находит какой-нибудь противотезис и говорит, что на самом деле вот этот противотезис верный, а ваш же догматизм неверный. Потом он уходит, находит другого догматика, который держится противоположного мнения, и он ставит на позицию другую. Он говорит, что вот, тут другая позиция верна, а твоя не верна. То есть на самом деле у скептика главная задача состоит не в том, чтобы истину разыскивать, а главная задача скептика состоит в том, чтобы опровергать любую возможную категорическое мнение. То есть всякое категорическое мнение не верно. Почему? Потому что всегда есть рядом с ним другое, которое противоположно ему. А поскольку надо доказывать всякий раз, что то мнение догматикой является истиной, то это сложно. На каком основании он будет это делать? На тех же основаниях, как догматик будет доказывать истинность своих высказываний, на тех же основаниях можно доказать истинность противоположных высказываний. То есть всякий раз получается, что скептик будет неуловимым, он всякий раз будет разрушать все догматическое. И оказывается в неком движении полного разрушения. Всякий раз будут разрушать, разрушать, разрушать. Он будет находиться в движении недогматизма, если можно так выразиться. И собственно в этом и состоит цель скептической практики. Потому что цель скептической практики состояла не в изыскании истинной, а в обретении некоего покоя. В обретении некоего душевного равновесия. Вот такой странный способ обретения равновесия, когда ты ходишь и все мнения, которые есть, догматические мнения о реальности, разрушаешь. И тем самым обретаешь душевную невозмутимость, душевную равновесие. Вот чем занимались скептики. Гекель говорит, что скептицизм, естественно, он понимает, что скептицизм и диалектики немного разной формы. Он говорит, что диалектики являются скептицизмом, но как бы позитивным. То есть, в отличие от полного скептицизма, который полностью все разрушает. Как оно там назвали, это скептика-то сноположая? Секс-темпирик. Но это не сноположая, перрон. Да, перрон, да. Перрон. Он уже учеником был. Перрон никем был, не его учеником был. Он был. Ну, подождите сейчас, вы сейчас меня опять собили. Давайте я сейчас расскажу, а потом обсудим. Это вопрос в следующем составе. Смотрите, получается, что такое скептицизм? По диалектике есть скептицизм в позитивном смысле. Что под этим я понимаю, да? Это мы умоители. У скептиков результатом их скептицизма является абсолютно ничто, да? Полное отсутствие всякой догматической мысли. Полное отсутствие всякого рода категорических высказываний. У скептиков была целая теория возможных высказываний, да? Не категорических. Ну, как мы сейчас не о истории скептицизма говорим, а о сущностях. А он говорит, что а диалектика должна просто прийти к позитивному чему-то. Потому что, а что такое позитивное? А позитивное состоит, согласно Гегелю, то, что отрицает тем самым рассудок, да, вот когда скептицизм полностью отрицает рассудок, мы приходим к спекулятируемому разуму. То есть скептицизм доказывает на деле, что рассудок, то есть конечное мышление, он является честно недостаточным, а именно только конечным. И это является то позитивное, что Гегель наблюдает в диалектике. То есть, иначе говоря, согласно Гегелю, диалектика является скептицизмом, который приводит от конечного мышления к бесконечному мышлению. И вот эта позиция очень странная. Объясню теперь, в чем состоит очень странность этой позиции. Дело в том, что на самом деле такой диалектики в самом рассудке нет. Гегель утверждает, что якобы эта диалектика есть в самом рассудке. Что сам рассудок доказывает конечность своих определений. Что сам рассудок постоянно приходит к отрицанию своих же положений. Он как бы говорит о том, что сам рассудок движется в таком скептицизме, в такой диалектике. Но на самом деле ведь рассудок что такое? Рассудочное мышление, конечное мышление, это то мышление, которое держится принципом непротиворечия, принципом тожества. И оно всячески избегает всякого противоречия. Каким способом движение скептически возможно в рассудке? Да никаким. Рассудок это и есть нечто неподвижное. Он сам об этом говорит. Он говорит, когда анализирует старую метафизику, у него в энциклопедии философских наук есть три вида отношения мышления к объективности. Когда он в первом отношении рассказывает о том, что старая метафизика была догматизм. И как плохо, что она была догматизмом, а не скептицизм. И что вот она была... То есть у него догматизм, скептицизм и диалектизм. Нет, у него как бы получается, что диалектика и скептицизм это почти одно и то же, и противоположно она догматизму. Вот я о чем хочу сказать, что у него диалектика понимается в смысле скептицизма. Только с таким элементом позитивности. Потому что переход от... То есть триады нет, да, здесь? Догматизм. Пока триады нет, я бы не об этом говорил. Я говорю о том, что диалектика у Гигеля понимается совсем не так, как она понимала сфантичности. То есть он понимает ее нестандартно. Для него это способ работы с противоречиями. Нет, сейчас я про противоречия тоже дойду. Сейчас немножко я просто объясню, что я хочу сказать. Я хочу сказать следующее, что на самом деле, когда он критикует предыдущую метафизику, и потом, когда эту критику подхватывает и Энгельс, и прочие гигельянцы, то на самом деле они не понимают, о чем они говорят. Потому что никакой рассудок, ни в какие противоречия не впадает сам по себе. Он конечным мышлением и принципом его является непротиворечивость. Естественно, об этом сейчас показывают данные наук, что никакой противоречия не впадает. Единственным способом он может впадать в такие противоречия, если извне возникнет скептическое мышление, которое войдет в рассудок, и там все подвигнет и приведет в движение. Конечно, внешне скептический принцип. Он может разрушить любое построение рассудка. Это возможно, да, но это, опять же, не монетная рассудка движения, это движение рассудку, навязанное извне. Ведь о чем состоит, говорит Гегель? Гегель говорит о том, что диалектика есть внутреннее содержание рассудочного мышления. Он говорит о том, что сам рассудок в своей диалектике выражается в своей истине. Но это ведь не так. Рассудок выражается в своей истине, именно в застывшей догматическом мышлении, это правильно. Но диалектика, то, как понимает Гегель, я имею в виду в смысле скептического отношения ко всему догматическому, ко всему позитивному, тому, что можно было бы назвать ко всему конечному. Такая диалектика рассудка, она не характерна и монетная, это некое внешнее давление, некое внешнее движение. И Гегель почему-то считает, что если извне прийти с таким намеренным скептическим отношением, то тем самым можно рассудочное мышление привести к его истине. Ну, вообще говоря, и в древности так получалось, что приходили скептики и разрушали все догматическое. Это не говорило о том, что эти догматические ощущения при собой ничего не представляют, что они являются неистинными. Потому что всякое внешнее движение и всякое внешнее разрушение, оно не говорит ничего о сущности того, что разрушали. На самом деле, рассудочное мышление как оставалось непротиворечивым, так и оно остается. И в этом состоит ее принцип. Никакого внутреннего движения, никакой внутренней диалектики у рассудка нет. И это как бы просто нечто навязанное. Вот что я хочу сказать. Это первое. А второе, на самом деле, про скептическое мышление. Дело в том, что для Гегеля очень важно обосновать скептическое мышление как некое выхождение за мышление рассудочное. Вот как ты сейчас начинал говорить о том, что рассудочное мышление, принцип ему является тождество или отсутствие противоречия. Это принцип рассудка. Гегель говорит о том, что чтобы выйти за пределы рассудка, что надо сделать? Единственное, единственный выход за пределы рассудка, это принцип противоречия. Если у нас область непротиворечивого есть, то мы должны как бы... Выход за эту область может быть единственным, а именно в область противоречия. И поэтому в каком-то смысле спекулятивная логика, как логика или бесконечная логика, отрицающая конечную улыбку она есть не что иное, как переход в область противоречия